Всем привет снова, здравствуйте! ZBrush восьмерочка И давайте рассмотрим тут одну фишку Кому-то может пригодиться Ну это вот ради справедливости, конечно Но русским опять придется, конечно, помучиться Так, нажимаем преференции вот эти Заходим, находим клавишу Long Wire Вот этот язык Нажимаем ее И вот что мы тут видим Здесь у нас французский, японский, шпанский, германский, корейский, китайский Короче, русского, как всегда, нету А так бы хотелось, конечно Но ZBrush для русских дает хорошую такую фишку Как конструктор Только называется переведи сам Что здесь можно сделать Жмем вот этот Customers Жмем Create Жмем Cancel Жмем Preference опять И вот жмем No Так, что теперь нужно нажать Жмем теперь Так Жмем Edit И вот у нас высвечиваются все вот эти вот наши клавиши, названия Здесь у нас вот именно мессендж Вот Как Информационные вот эти вот клавиши Bottom Это вот альфы, текстуры, материал Цвет вы видите, что здесь красный Здесь есть также оранжевый И, короче, здесь вот есть вариант перевода Где-то нет и так далее Здесь вот на шаг вперед, на шаг назад И что здесь можно сделать, да? Вот выбираем, допустим, документы И вот в этой полосе, вот в этой, в нижней Пишем по-русски С большой буквы Документы Вот у нас уже напечаталось Что мы теперь делаем? Жмем Save Немножко он прогоняет Изменений вот Вроде что-то появилось Попробуем Еще кое-что сделать Также переведем Слово материалы Опять жмем Save Так, вернемся Теперь жмем Close Теперь жмем Опять Преференции Заходим сюда Вот можно Экспортировать перевод Можно его сохранить Вот Жмем Save Вот у нас поменялось Слово документы Вот она Изменилась Что тут еще? Вот материалы у нас По-русски уже написаны Ну давайте Повторим все это дело Зайдем в преференс Лангвайр Опять И попробуем еще что-нибудь Перепечатать Допустим Color Возьмем Color Вот этот И напишем цвет И напишем цвет С большой буквы Так, жмем теперь Save Так, что еще Можно здесь перевести Текстуры Опять жмем Save Альф И вот так вот дальше Если вы что-то не понимаете Ну вот перевод вы не знаете Да Вот вы нажимаете Альфы И вот так все это делая Можно копировать Вот копировать Жмем Копировать Вот выделили Так, теперь все это закрываем И зайдем в переводчик И попробуем вставить Вот вставляем Альфы И переводим Опять же копируем Вот так вот Заходим опять В The Brush Заходим в Preference Опять Edit жмем И жмем сюда Вставить Вот мы перевели Альфы на русский Жмем опять Save И продолжаем Все это дело переводить Короче, времени дофига надо Ну хотя бы Вот эту вот Верхнюю шапку Можно И наименование Это Standard Альфы Это все можно перевести Потом Так Что еще можно перевести Альфы Brush Давайте переведем Назовем Кисти И жмем Save Опять Опять жмем Close И заходим в Preference Опять Заходим сюда И жмем Save Вот у нас поменялось Название Кисть Цвет Документы Что здесь у нас еще есть Материалы поменялись Текстуры Вот написаны Все что мы вводили Вот поменялось И вот теперь это все дело Вот Можно и тут перевести Тоже заходите Находите Вот эти вот функции Допустим Допустим Вот Так сказать Была программа Все Всем пока До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok